сначала эти места славились заводами также гражданская война тоже эти места как говорится проходила через эти места прошла этими поселками заводскими камни в русле лежат прямо очень много даже почти плиты была в таких канавках оседает золото когда она течет несется вернее это большим течением нова седает таких канавках а может быть в этом и есть загадка течение урайки вот здесь интересное место сейчас будет вернее вот она есть вот видно сейчас я попробую показать видно вот лес идет как бы с горы ложбина такая и опять в гору так вот где ложбина если пройти прямо вот так то через 100 или 150 метров где-то по моему мы снова окажемся на койве а по воде по воде нам сейчас придется делать если не ошибаюсь двухкилометровую петлю все пойдем так куда нам идти направо налево а пойдем налево рядом с берегом посмотрим это место может когда-нибудь мы пройдем не по воде а именно по суше перескочим этот перешей он даже видно просвет спереди по курсу среди деревьев сейчас доплывем посмотрим вот у нас камни тут спереди если такой берег там не причалит не так надо чтобы причалить можем да вот эта скала идет получается что да видимо настолько прочный камень что река не смогла пробить себе напрямую дорогу нашла более более такой легкий путь а Продолжение следует... Да, именно так и получил. Вот видно, что мы все плывем вдоль гряды каменной. Именно ее вода и обходит. Но при желании, конечно, можно причалить. Да-да, потом лодку-то не вытащить. Угу. Пещерка. Пещерка, да. Может, там клад какой-нибудь. Кстати, интересно-интересно. Как-нибудь посмотрим. Возможно, посвятим этому месту отдельной роли. И вон там тоже. Угу. Ну вот за мной начало Федотовского порога. Как я уже говорил, это один из самых известных порогов на Куеве. Ну и довольно-таки мощный такой. Здесь его первая часть, и видно, что вода уже упала. Конечно, по такой воде я бы даже не думал. Пошел бы сходу на байдарке. Но вторая часть значительно мощнее и серьезнее. Сейчас мы пройдемся. Байдарочку оставим пока. Пройдемся пешком, посмотрим. Посмотрим, каково там, как там обстоят дела. И примем решение, идти нам на нашей байдарочке или тихонечко в обход обойти. Вторая ступень Федотовского порога. Сейчас, конечно, она меня немножко разочаровала. Я давно уже не видел ее летом. Оказалось очень стыдно. А весной вода идет вот через эту плиту. Через эту плиту верхом. С нее скатывается. Получается такой слив. И вот здесь, в этом месте, кружит в обратную. Бочка делается. То есть очень надо хорошо разогнаться с той стороны, попасть и пробить эту бочку. Чтобы тебя обратно туда не закрутило. А сейчас нам надо будет четко попасть в слив. Вот в этот слив, который сбоку есть. Чтобы без проблем пройти. Если мы возьмем туда левее, в ту сторону, там плита тоже идет. Видно, что плита идет почти через всю реку. Можем порвать байдарочку. А здесь слив нормально пройдем. Так, 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 сейчас подожди. Еще, 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 еще. Опа! И пошли, да, да, да. Сливаемся. Ух! Нормально! Даже, даже и не почувствовали. Пойдем еще на валах покачаемся тут немножко. На бурунчиках. Да, тоже камень торчит. Вот так как-то, вот так как-то. Опа! Эх, немножко задрались все-таки. Ну ничего, еще одна плита стоит. Интересно? Вот так вот. Весной-то ее, конечно, не видно, но... Если в огне смотреть. Так, гребем, гребем, раз! Пробиваем. Нет, это я так уже прикалываюсь. Это не бочка, это так, стыд. Стыдоба какая-то. Да, вот здесь как раз и был Федотовский хутор. Вот, сейчас все заросло уже, конечно, деревьями. В общем, существовал он еще с дореволюционных времен. В Российской империи. Вот. Поэтому Федотовский порог, его именем не назвали. Дорога здесь была к нему. Где, я не знаю. Пока не скажу. Потом, может, как-нибудь покажу. Смотрите. Смотрите ролики про поиск на моем канале. Не только про путешествия. Позже на месте хутора находился поселок спецпоселенцев, который так и называется Федотовка. На табличке памятного креста, мемориального, написано памяти жертв политических репрессий. На этом месте в 1930-1950 году существовал спецпоселок Федотовка. На спецпоселении находилось более 30 семей раскулаченных и крестьян, и репрессированных граждан. Вот. То есть неугодных власти. Так вот. Ну а после 1950 года, видимо, существование прекратилось. Какое-то время еще поселок существовал как бы автономно, да, и прекратил свое существование. Я думаю, по этому месту мы тоже сделаем отдельный ролик. Немного погодя, может в этом году, может в следующем, как соберем материал. Наверное, проведем здесь исследование и сделаем ролик. Так что подписывайтесь на канал, смотрите, будет интересно. Ну а мы отправляемся дальше. Навстречу воде, приключениям, истории и просто красивым местам, приятным впечатлениям. Водопад Виктория. Да, вот такой водопадик единственный здесь на реке, да и вообще. Тут у нас, правда, на Вижае. Я в прошлый раз показывал, что были и есть на одном берегу водопадики. А на кой я единственный такой? Прикольно. Сколько он метра? Этот отвес метр три, наверное, будет четыре, да? И вон сверху. А общая длина, общая, вернее, высота получается, да я бы сказал метров около десяти. И вот, здорово. О, еще впереди ручей какой-то, стекающий с гор. Интересно. Вроде с горы, а вода течет. Причем так хорошо. Тоже большой. Не такой отвесный, правда? Там в высоте. Да, сейчас будет видно его, наверное. О, вон он где начинается. Класс. Будет это камень водопадный. Вот здесь, между бисерами и кусьей Александровским, скальные выходы с реки, прибрежные камни, совсем отличаются от тех, что пойдут ниже. Вот. Совершенно другие. И по строению, и по геологии вообще. Ну вот, подходим у нас, кордон калистратовский, справа поляна. Сейчас посмотрим. Может здесь это ночуем даже. Поплываем? Угу. Ну вот, именно на этом месте и находился кордон калистратовский. Большой он или был, или маленький был, мы пока точно не знаем. Но вот, прямо передо мной домовая яма. И вот там, дальше, в стороне, тоже есть домовая яма. Вот видно, она заросла крапивой. Вообще, это место очень сильно заросло крапивой, что говорит о наличии органики здесь. Большой. Вот. Но мы так и не поняли. Дома всего два нашли. Домовые ямы. Они вот, еще как вариант, вот там, тоже видно, что есть домовые ямы. То есть, порядка трех, трех-четырех домов, я здесь вижу. Вот еще яма. И между ними, дорога, дорога сейчас заболочена. Вот. Не знаю, как раньше она была, так же заболочена или нет. Но вот. Вот так. По идее, вот там, за лесом, вот за этим лесом, еще продолжается поляна. И, возможно, остальные дома стояли именно там, за этим лесочком. Вот. Что интересно, на всей вот этой поляне нет ни одного дерева, которое обычно бывают, сопутствует поселком, жилым поселком. Вот. Ни черемух, ни этой самой, как она называется-то, ни бузины. Ничего такого здесь нет. Сейчас дальше еще поплывем и посмотрим. Посмотрим на той части поляны, где находится ниже по течению. Ну, вот эта поляна продолжается и по-прежнему никаких признаков. Нет ни деревьев, как я уже говорил, ни черемухи, ни бузины, ничего нет. А вот тот же город-то хороший, да? Да, да. Вот там-то хорошо. Вот оно, наверное, все-таки в том месте дома и были больше. Сейчас очень много травы, поэтому передвигаться по этой площади очень неудобно и мало что видно. Подождем, когда эта трава ляжет и тогда, я думаю, мы сюда еще вернемся. Смотрите на канале, подписывайтесь, чтобы не пропустить. Дорога, вот, кстати, приходит вот здесь, подходит очень близко. Вторая дорога еще очень близко к этому, но на берег выходит. Так что, вот какая из них была старая, та, что выше, которую мы просмотрели, или вот эта дорога являлась трактом, пока остается неизвестным. Вот здесь остров, кстати, кстати, скорее всего, вот здесь и есть. Вот эта дорога, она была, переходила на эту сторону бродом через остров. Остров служил как бы естественной опорой такой. Или мост может был здесь. То есть, косвенно, косвенно, похоже все-таки, что вот та дорога через этот остров переходила на эту сторону и являлась старым трактом, соединяющим два поселка. А вот у нас здесь впадает речушка. Вот речка Калистратовка. Именно по ее имени и был назван так Кордон. Вот такая вот речушка. Точно. И такой сильный. Так что этот, который был первым, оказался не единственным. Да. Он просто самый такой высокий. Вот еще водопадик вы видели. А это тоже камень-то. Вон какой здоровый. Это даже выше еще всех может быть. У того просто не спадающая часть плавающая. А все остальные как ручьи просто. Угу. Горь. Смотрите продолжение в следующей серии. Продолжение следует... 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 Даже вот такие бабочки... Продолжение следует... 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 конечная точка нашего путешествия поселок кусье александровский раньше он назывался кусье александровский завод красиво так вот такое свой рассвет поселок пережил во времена добычи алмазов кстати про алмазодобывающую фабрику про путешествие на остатки алмазодобывающей фабрики у меня тоже есть ролик можно посмотреть